Добрый день, дорогие зрители! Приглашаю вас на первую часть обещающего видеосеминара на тему профиль для светодиодной ленты GLAX. Меня зовут Роман Клименко, в фирме GTV Poland я занимаюсь экспортом освещения. Сегодня мы будем говорить о нашем профиле. Мы находимся на кухне нашей компании GTV Poland и, собственно, начинаем видеосеминар. Сегодня мы будем говорить о профиле GLAX. В первую очередь, о чем бы я хотел сказать. Профиль GLAX спроектирован нашими ведущими конструкторами у нас тут, в нашей компании. Соответственно, он запатентирован и патенты на этот профиль охраняются управлением Европейского Союза по интеллектуальной собственности. На сегодняшний день профиль преимуществом применяется в мебельном производстве, но также немалую важную роль он играет в дизайне интерьера. Какие функции исполняет профиль для светодиодной ленты? В первую очередь, он исполняет четыре важные основные функции. Первая – это модификация света. Вторая – это защитная функция. Третья функция – эстетическая. И четвертая функция – это охлаждение. Сейчас мы пройдемся по каждой функции отдельно. Первая функция – это модификация света. Благодаря различным формам профиля и рассеивателя к светодиодному профилю, мы можем управлять светом. Например, мы можем изменять угол свечения, направлять свет так, как придумал дизайнер, либо мы сами. Второй функцией является защитная функция. Благодаря тому, что мы ленту светодиодную прячем под рассеиватель и вклеиваем в сам профиль, таким образом мы защищаем саму светодиодную ленту. Мы не сможем ее механически повредить. Например, если у нас упадет туда какая-нибудь отвертка, нож или прочее. Светодиодная лента будет защищена благодаря именно рассеивателям и самому профилю. Третья функция – это эстетическая функция. Благодаря тому, что мы используем светодиодный профиль, мы добиваемся эффекта оконченности. То есть наша светодиодная лента не просто выклеена где-то, например, на доске, и просто мы не видим там светодиодики отдельно. Мы, когда используем светодиодный профиль с заглушкой, с крышкой, тогда световая полоса остается ровной, аккуратной, и это, как получается, отдельный светильник, то есть уже готовое решение, а не выклеена некрасивая светодиодная лента. Четвертой и самой важной функцией профиля является охлаждение. То есть мы используем профиль как радиатор. Сейчас я объясню, почему именно эта функция очень важна. Светодиодная лента и вообще светодиоды во время своей работы выделяют много тепла. И чтобы это тепло уводить, нужен необходимый радиатор. Поэтому в светильниках, светодиодных лампах используются специальные радиаторы. За счет того, что светодиодная лента является лентой, у нее такая форма, что мы не можем использовать отдельного радиатора. Поэтому об этом мы должны позаботиться сами. В этом случае нам очень хорошо помогает алюминиевый профиль для светодиодной ленты. То есть, когда мы выклеиваем ленту непосредственно в профиль, лента передает свое тепло по самому профилю, охлаждая диоды. И тогда лента не перегревается и работает нормально. В нашем каталоге, рядом с каждым профилем, вы можете увидеть данный значок, который сейчас появился на экране. Давайте разберем, что он значит. Вы видите на этом значке два значения. Первое сверху – это 18 ватт на метр и ниже 65 градусов Цельсия. Что это значит и что мы хотим этим сказать. Следующая информация, то есть, нам будет говорить о том, что как мы можем использовать профиль, с какой лентой. И как эта лента будет нагреваться вместе с профилем. Светодиоды начинают портиться, плохо работать при температуре выше 65 градусов Цельсия. То есть, если светодиод уже нагрелся до 70 градусов Цельсия, он сам себя начинает разрушать и светится тусклее, тусклее и тусклее. Со временем вообще перестать работать. Поэтому профиль, чтобы работал как радиатор, чтобы он действительно охлаждал ленту, протестировали наши технологи в лабораториях при таких условиях, чтобы вместе со светодиодной лентой он нагревался не больше 65 градусов. И 18 Вт это предельное значение, при котором он нагревается, профиль с лентой до 65 градусов Цельсия. И больше он не нагревается. Поэтому мы понимаем, что предельное значение в данном профиле это 18 Вт на метр. Можем такую ленту с ним применять. Поэтому мы используем эту информацию для того, чтобы понимать, какую ленту можем монтировать в какой профиль. В этом каталоге, в нашем, под разным профилем мы можем видеть разную информацию. Допустим, может быть 20 Вт на метр, 30 Вт на метр и другое. В предложении компании ГТВ достаточно много видов профиля. Поэтому, если бы мы это делали на одном видео, оно бы очень сильно растянулось. Сегодня мы будем говорить о самом популярном профиле, который есть в нашем предложении. Это профиль накладного монтажа. То есть, просто говоря, накладной профиль. Накладной профиль можно монтировать несколькими способами. Первый способ это такой, что мы выклеиваем, например, на обратную часть профиля клей. И потом на необходимую нам поверхность фиксируем этот профиль. И как бы все. Все. Предварительно можно выклеить ленту в профиль, либо уже после того, как лента в профиль уже где-то наклеен. Потом мы можем сделать следующим образом. Например, профиль, мы можем сделать в нем отверстие. И благодаря саморезу прикрутить его на необходимую нам поверхность. И самым простым способом есть использование вот таких вот клипс. Мы эти клипсы заранее прикручиваем к необходимому нам отверстию, а потом просто защелкиваем в них профиль. Это так просто делается. И в необходимый нам момент, если мы вдруг захотим поменять этот профиль, мы можем его с этих клипс обратно отчелкнуть и провести необходимые нам операции. Также благодаря этим клипсам мы можем сделать светильник подвесным. В нашем предложении есть специальное устройство. Специальным устройством является тросик. И мы, используя два тросика, можем делать такой подвесной светильник. В нашем ассортименте есть пять видов накладного профиля. Сейчас мы поговорим о каждом из них отдельно. Какие у него плюсы, чем он отличается от предыдущего. Под каждым из профилей вы увидите информацию о доступных цветах и длинах профиля. Наш профиль есть в нескольких цветах. Это белый, черный, шампань и стандартный анодированный алюминий. Поэтому под каждым профилем вы увидите информацию также о его длинах. Два или три метра этот профиль у нас есть. Первый профиль, о котором мы будем говорить, это профиль микро. Он специально сделан узким. Для светодиодной ленты шириной 5 мм. В этом профиле, когда выклеена светодиодная лента 5 мм шириной и 120 диодов на метр, светящаяся полоса, благодаря этому рассеивателю, есть такая ровная. То есть не видно светодиодных точек. Информация о следующем профиле. Следующий профиль это Glax Mini. Это самый популярный, самый распространенный профиль. Есть у нас он в множестве вариантах. Glax Mini очень простой, низкий борт для лент 8 и 10 мм. И, собственно, об этом профиле нечего говорить. Это самый простой, самый популярный профиль. Следующим профилем является Glax Mini Высокий. Тут мы видим, что борт у этого профиля гораздо выше, чем у предыдущего. Поэтому данным действием мы отдаляем светодиоды от рассеивателя. Поэтому мы сглаживаем светящуюся линию, когда там будет светодиодная лента выклеена, и она будет светиться. То есть мы уже модифицируем свет. Следующий профиль это Glax широкий. Данный профиль отличается своей шириной. И в этот профиль мы можем выклеить более широкую ленту. Простой, незамысловатый профиль. По дизайну он многим нравится. Именно своей шириной. И выглядит как такой достаточно уверенный светильник. Ну и следующие профили. Это угловые профили, которые мы можем монтировать в углах 90 градусов. Они есть у нас двух видов. Такой профиль, который мы можем клеить в угол. А данный профиль угловой, он отличается от предыдущего немного своей структурой. В нем применяется чуть-чуть больше алюминия. Мы можем использовать с ним более мощную светодиодную ленту. И этот профиль немного более простой в монтаже. То есть мы его можем просто в угол даже вот так положить. И на всякий случай приклеить, например, на двухсторонний скотч. Либо прикрутить шуруп. И также тут есть место для клипс. Которыми мы можем также монтировать этот профиль. И таким же образом мы можем использовать разные светильники. То есть рассеиватели. Мы можем использовать такой треугольный рассеиватель. И у нас в углу получается такой прямоугольный светильник. Благодаря такой треугольной линзе. И осталась последняя часть. Это аксессуары к этому профилю. Что у нас есть. Вы уже могли увидеть, что профиль, который мы сегодня показываем. Мы уже видели, разбирали. Имеет в основном два аксессуара. Это крышка. Иногда ее называют линзой. И это заглушка. Чтобы закрыть профиль с торцевых сторон. И как бы не терялось свет. И мы опять же защищаем так светодиодную ленту. Тут можем показать вам на примере, какие существуют виды этих аксессуаров. Как правило, крышка есть в разных длинах. К каждому профилю подходит своя крышка. Как правило, у нас их две. Одна матовая. Другая прозрачная. То есть, в зависимости от того, какая вам будет необходима крышка. Вы выбираете себе матовую, либо прозрачную. Они есть в разных длинах. И дополнительно есть у нас крышки разных форм. Например, вот есть круглая крышка. К ней опять же идет круглая заглушка. Чтобы все подходило. Квадратная крышка. Ну и, собственно, стандартные наши крышки. И крышка треугольная. К каждому профилю есть своя заглушка. Цветному профилю, если это цвет, например, черный, заглушка идет черная. Стандартному, канадированному профилю, заглушка идет серая. И те наши клипсы. Клипсы у нас два вида, которые подходят. Узкая. Это подходит к накладному профилю микро. Обычному и микровысокому. И обычная накладная, которая подходит к накладному профилю обычному и к накладному высокому. На сегодня мы уже с вами поговорили о накладном профиле нашего ассортимента. Мы с ним заканчиваем. В следующих выпусках мы поговорим о врезных профилях, о профилях специального назначения. Спасибо за то, что были с нами. Всю информацию касательно этих профилей и их размеров, точных характеристик, вы можете получить в каталоге, который размещен в ссылке в описании. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok